Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сейчас мы меняем тему. Областной фонд поддержки предпринимательства открывает новые программы. Вот так она звучит сегодня. И мы в связи с этим пригласили в студию Елену Гущину, директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Елена Валерьевна, добрый день. Добрый день. Еще у нас в гостях Игорь Маракулин, генеральный директор компании Вимове, участник всероссийской выставки «Деревянные дома. Весна-2017». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. А на сайте у нас на нашем myhackero.ru в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Звучит он сегодня следующим образом. Тратить бюджетные деньги на обучение предпринимателей и их поддержку нужно или не нужно? 71% на сайте хакero.ru говорят, что не нужно. У нас есть более нуждающиеся граждане. 56% на нашей странице ВКонтакте голосуют за этот же вариант. А большие ли деньги-то тратятся? Сразу хочется спросить Елену Валерьевну. Поддержку предпринимателей. Поддержка предпринимателей, да. Это одно из первоочередных направлений по развитию предпринимательства в целом Российской Федерации, ну и Кировской области в частности. На льготное аккредитование, ну, можно сказать, почти миллиард рублей направлено как раз на льготное, на гарантийное аккредитование на два направления. В этом году? В 2017? Нет, это в целом за 15 лет существования областного фонда. А, то есть мы говорим о сумме в рамках нашего региона, около миллиарда рублей. Да, да, да. Два направления, которые активно на сегодня развиваются, это льготное аккредитование и гарантийное аккредитование. На направление новое, которое сегодня будем говорить, это обучение предпринимателей, это выставочные мероприятия, это форумы, круглые столы и в том числе информационная поддержка направлено 12 миллионов рублей в текущем году. В 2017 году. То есть первый год, когда направляются деньги на обучение предпринимателей. То есть еще пока рано говорить, есть толк от этого или нет толка. Почему вдруг озаботились обучением предпринимателей и в частности обучением участия в выставочной деятельности? Ну, я немножко поясню. Данное направление, оно давно уже существует и касательно обучения. Может быть, вы слышали, начинающий предприниматель очень активно ежегодно проходит. Единственное, что здесь произошло, это немного юридическое изменение. То есть на сегодня данное направление нам передал Министерство развития предпринимательства и торговли и внешних связей ранее. Они этим занимались. Ну и в том числе, как я озвучила, фонд уже существует 15 лет и мы уже очень много знаем предпринимателей. Мы тесно с ними общаемся, знаем их нужды, знаем их интересы. И исходя из этого, конечно, я думаю, что данное направление будет очень востребовано. А давайте сразу напомним, где областной фонд-то находится? Динамовский проезд 4. Слышащие сейчас нас люди бизнеса могли представить себе и обратиться. Обращаются часто? Обращаются очень часто. Насколько насыщенно у вас вообще общение происходит с представителем бизнеса? Постоянно. То есть прямой диалог постоянно у нас в кредитном отделе. Если есть желающие, пожалуйста, приходите. Постоянно у нас телефоны на связи. Очень активно у нас сейчас, конечно, подключились и районы. О каких суммах идет речь? Что за условия получения вот этих займов? Льготные займы у нас сегодня существует. Максимальная сумма 2 миллиона рублей сроком на 3 года. Ставка максимально 9,5%. Ну, я думаю, что это очень... При ключевой ставке сколько она сейчас? 10-11? Вот ключевой, да. Еще раз к слову, ключевой момент. Почему все-таки необходимо поддерживать предпринимателей? С кредитами-то все понятно, а с образовательными программами? Ну, может быть, из практики, даже если отойти немного от активного общения с предпринимателями, именно непосредственно на деловом уровне, очень часто возникает вопрос элементарно даже в отчетности. То есть, подходит налоговый период, предприниматели сталкиваются с тем, что не хватает знаний. Не хватает знаний элементарно просчитать бизнес-план. Это мы говорим о начинающих предпринимателях, у которых еще небольшой опыт? Нет, не обязательно. Или бывает, что люди с опытом уже как-то хватаются за голову? И бывают такие. Именно, допустим, появляется желание привлечь инвестора. То есть, крупный проект, крупная сумма. Естественно, инвестору нужно предоставить достойный бизнес-план. И на этом этапе уже возникают вопросы. И фонд с текущего года как раз будет помогать и в этом направлении. А давайте спросим у предпринимателя. У Игоря Маракулина. Есть смысл вот такими программами поддерживать предпринимателей? Или если уж ты не родился предпринимателем, то и поддерживать тебя бесполезно? Мое мнение, что поддерживать нужно. Поддерживать тех людей, которые действительно что-то могут. То есть, это видно на начальном этапе. Если у человека бизнес-проект действительно может существовать, самостоятельно развиваться, им нужно помочь. Вот таким нужно помогать обязательно. Без начального капитала очень сложно что-то построить. Тем более в наш век, где очень много электроники, где много нужно вложений даже по обеспечению этого бизнеса. У простого жителя Кирова, у которого до этого ничего не было, с деньгами обычно тугой. А что касается обучения, передачи знаний, это насколько на ваш взгляд ценно? Это 100% нужно, необходимо. Потому что мир меняется, рынок меняется прямо на глазах. И у людей не всегда хватает знаний, не всегда хватает умения жить на этом рынке, существовать. И наши вузы еще, они тоже не дают тех специалистов, на самом деле, которые могли бы встать из-за парты и начинать какой-то свой бизнес. То есть, всем нужны знания, и практические, и теоретические. Это мое глубокое убеждение. Тут подтверждает, Игорь подтверждает сейчас слова Елены о том, что и действующим предпринимателям постоянно необходим обучение в свете того, что мир меняется на глазах. Законодательство в том числе меняется. Очень интересно, на самом деле, участие в выставках. Это такое веяние последнего времени, на самом деле. Ну, мы все знаем, что есть традиционные выставки. Есть сейчас, мне кажется, что это движение ширится в Российской Федерации. Есть профильные, конечно же, выставки. И у меня лично отношение к выставкам, видимо, какие-то остаточные такие у меня представления из прошлых времен. Я себе представляю какую-нибудь «Золотую осень» в Москве на ВДНХ, куда съезжаются старые знакомые, такие сельхозпроизводители. И они друг перед другом, значит, хвастаются, потом за столом посидели, может быть, контракты заключили, разъехались. Причем прекрасная, конечно, выставка «Золотая осень». Там столько продукции со всей страны, москвичи просто целыми машинами затариваются. Вкусно, хорошо, экологически чисто и все. Почему вдруг решили помогать предпринимателям с расходами на участие в некоторых профильных российских и международных выставках? А почему решили на это еще потратиться? Ну, поясню, выставочное мероприятие, допустим, в Москве, это достаточно дорогостоящее мероприятие. И самостоятельно предпринимателю малого бизнеса очень сложно такую сумму сразу же потратить на представление себя, в том числе Кировской области, на все регионы. То есть там, как показала практика, присутствуют все регионы Российской Федерации, в том числе международные организации, которые тоже заинтересованы приобретением и, возможно, сотрудничеством как раз с малым и средним бизнесом. Давайте поясним, аренду надо платить, да, за то, чтобы размещаться на этих выставочных площадях, доехать, нужно было обратно. Довести оборудование, арендовать место, человека оплатить, который там в командировку поедет. Конечно, это дорогостоящее мероприятие, поэтому вот как раз и было принято решение, и в этом направлении оказывается действие, по крайней мере, аренду, по крайней мере, оборудование и возможность транспортировки. Областной фонд как раз в этом направлении финансовую поддержку оказывает. То есть предприниматель фактически участвует в организационных моментах, может быть, с учетом каких-то дополнительных условий включается в софинансирование, а в остальном, естественно, только получается приехать и представить интересы. И снова обращаемся к Игорю. На прошлой неделе была как раз выставка «Деревянные дома. Весна-2017». Хочется, Игорь, попросить вас нарисовать картинку, что это за мероприятие, кто туда съезжается, и каковы затраты и итоговые достижения предприятия, которые едут на такую выставку. Давайте я поясню по нашей компании. Мы съездили, у нас есть какие-то результаты уже. Съездили мы не зря. Вот эта выставка в этом году значительно лучше. Больше было участников, больше было посетителей. Так, Крокус-экспо все-таки, да? Столица. Ну, это не всегда бывает так. Потому что вот тот год был просто в ужасе. Я от той выставки прошлогодней. Не было людей, не было участников. А затраты понесли? Затраты, да. Все понесли, конечно же. Там очень все дорого. Квадратный метр огромных денег стоит. И не факт, что это все окупится. В этом году было лучше. Уже было лучше. Не знаю, чем связан этот всплеск интереса к выставке. Но людей было значительно больше. Ну, может, какую-то информационную работу лучше провели организаторы? Возможно, да. Все растут. Я думаю, что и в этом плане тоже люди развиваются. Наша выставка Кировская область была довольно хорошо представлена. В этом году она была и больше. И формат был у нее как по площади. Было больше. Не было вот этой вот сутолоки, которая была в том году. Все могли представить свои товары, рассказать и какие-то договоры заключить. То есть в этом году было лучше. Очень лучше. И я надеюсь, что в дальнейшем Кировская область в таком же ключе будет развиваться. И мы, я думаю, что опередим многие области. О, это хорошая точечка, чтобы уйти на короткую буквально паузу. Потом мы все-таки у Игоря еще спросим, что вселяет такой оптимизм. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наша программа. Областной фонд поддержки предпринимательства открывает новые программы. Образовательные имеется в виду Елена Гущина, директор фонда у нас в студии. И Игорь Маракулин, гендиректор компании Вимовер. Участник всероссийской выставки «Деревянные дома. Весна 2017». Прошла выставка совсем недавно. Да, Игорь перед уходом на перерыв, он сказал, что считает, что у Кировской области большие перспективы в той сфере, которой занимается ООН. Я так понимаю, что это деревянное строительство. Или вообще всю лесную отрасль имеете в виду и переработку и прочее. И мы хотели поинтересоваться, что вселяет в вас такой оптимизм, потому что скептических заявлений по этому поводу достаточно много в последнее время. По моим наблюдениям, на этой выставке кругом слышался вопрос, откуда вы ответ Кировской области. Просто заполонили. Но это даже хорошо, потому что... Ну-ка, ну-ка, какие там ассоциации с Кировской областью? Ну, вы сами знаете, наверное, Киров лес. Понятно. Это тоже работает на рекламу. Вам на руку сыграло это? Конечно, это же любой скандал на руку. Мы на этой выставке представляли немножко другой сегмент. У нас химические средства для чистки отопительных систем. Есть свои бренды. Профессиональные средства для чистки дымоходов и соло-трубочист. Это средства известны по всей России и за рубежом до вот этих событий. И производите это вы? Мы производим. Это наша разработка, это наше ноу-хау. Мы это все делаем сами. В этом году мы хорошо развиваем это направление. Сейчас у нас уже и жидкие средства, аэрозоли, чистящие, брикеты, пелетоны. Еще новая тоже торговая марка. Ну и в дальнейшем в этом году много планов тоже по развитию. Вы заговорили о том, что до этих событий, до санкций вы имеете в виду, вы хорошо продавали за рубеж. Да, у нас было представительство в Латвии в свое время, в Риге. И мы выходили уже на Северную Европу, на Норвегию. Был интерес в Финляндии. Уже были первые поставки пробные через границу. А потом все началось, когда начались проблемы и у нас. Потому что химическая промышленность не очень хорошо любит пропускать через границу. Попала она в список. Да, очень много было проблем и решили это все остановить пока. Ладно, хорошо, это конкретно выставка. Вы как-то оговорились, да? Мне показалось, что есть какой-то результат уже конкретный. Конечно, да. Был интерес. Были оптовые. У нас договор уже с оптовиками после выставки. Не много, но есть, скажем так. Это Россия, другие регионы? Это Россия, другие регионы. Да, в основном регионы были на этой выставке. Мы сейчас пообщаемся с еще одним участником выставки «Деревянные дома весна-2017». Я, насколько понимаю, у нас на связи Илья Краев, руководитель отдела продаж компании «Нордхаус». Илья, добрый день. Добрый день. Насколько успешно для вас прошла выставка «Деревянные дома»? Я считаю, что выставка прошла успешно. И за это отдельную благодарность хотел бы выразить фонду поддержки предпринимателей Сакировской области и лично нашему куратору Марине Викторовне Боевинце. На выставке мы участвуем не первый раз. И даже в формате сборного стенда области мы также выезжали второй раз. Я считаю, что это очень эффективно. Крокус Экспо в эту выставку порадовал нас высоким трафиком гостей. Очень большое количество было посетителей. Я в целом считаю, что мы поработали эффективно. Получили несколько контактов действительно заинтересованных людей. Тех, кто планирует строить деревянные дома в ближайшее время. И я надеюсь, что мы сможем сделать для них выгодные предложения. Несмотря на крайне высокую конкуренцию в целом на этом рынке. А вы что представляли на выставке? Какой продукт? Чем вообще Нордхаус конкретно занимается? Наша компания занимается производством профилированного бруса. Это массивный профилированный брус, клееный профилированный брус. Кроме того, мы проектируем и строим деревянные дома, коттеджи и бани по всей России. В общем, с этим продуктом мы и выставлялись. Вы говорили, что вас курировали представители фонда поддержки предпринимательства. Чем помогали? В целом данная поездка была организована непосредственно фондом поддержки предпринимательства. Кроме того, я могу сказать, что на очень высоком уровне прошла информационная поддержка. То есть у нас не было никаких проблем ни с заездом на выставку, ни с ввозом экспонатов. В целом, то есть никакие вопросы лично мы, как участники, как непосредственно те, кто стояли на стенде, мы с организаторами выставки не решали. Простите, нескромный вопрос. А сколько удалось сэкономить благодаря поддержке фонда? Хорошую сумму? Это очень внушительная сумма, потому что я могу вам сказать, что даже небольшой спенд, в принципе, порядка 6 квадратных метров в Крокус Экспо, в порядке участия в частном, как компании, обходится где-то около 1,5-100 тысяч рублей. 150-140 тысяч рублей, где-то так. За выставку или в день? Нет, это за всю выставку. Это стоимость аренды именно в выставочной площади. Ну, там есть зависимость, соответственно, от того, какая это площадь, оборудована, не оборудована. То есть там есть две детали, но примерно ориентир есть такой. Ваш коллега Игорь Маракулин сейчас на студии. Он сказал, что у Кировской области очень хорошо и выгодно смотрелось на этой выставке «Деревянные дома весна-2017». И он считает, что у области производителей есть большие перспективы, то есть большое внимание было к нам. Вы тоже это почувствовали? Да, и не могу не согласиться с Игорем в этом вопросе. Кировская область удивительно, на самом деле, здорово была представлена. Были также кировские компании на выставке, которые стояли, скажем так, своими стендами, то есть отдельно от нашего сборного. Но при этом даже наши московские партнеры, наши московские коллеги очень сильно удивлялись, когда видели сборный стенд области, потому что мы были единственные на всей всей российской выставке, кто были представлены именно областью. Я считаю, что это большое достижение наших руководителей, в целом тех, кто отвечает за развитие предпринимательства в области. И в целом Кировский лес, я буду говорить именно про специфику нашей работы, нашей деятельности, это уже достаточно знаменитый бренд. Нас знают, про нас слышали. И, по большому счету, практически все строители деревянных домов в центральной европейской части России так или иначе связаны с Кировским лесом. Поэтому люди приходят и спрашивают именно про Кировский лес. Спасибо, Илья. А можно я еще вопрос задам? Илья, скажите, пожалуйста, вам какую бы еще помощь хотелось получить от областного фонда поддержки предпринимательства? Вот на что вы рассчитывали? Чувствуете, что фонд вам может это предоставить? Есть такие вот мысли? Участвовать в тех же образовательных программах, семинарах и так далее? Наталкивай, не подсказывай. Да, безусловно. Я уже непосредственно записан на участие в семинаре по работе с ВЭД, выход на экспортную работу, получение международных сертификаций в качестве. И тоже считаю это большим плюсом. Да, Илья Краев, спасибо. Руководитель отдела продаж компании «Нордхаус», участник всероссийской выставки «Деревянные дома весна 2017». Вот, оказывается, что еще и международные сертификаты, и международная торговля, и международное право. Патентоведение, лицензирование, все в направлениях областного фонда будет оказывать. А вот Илья сейчас упомянул о кураторах. У каждой представленной компании на этой выставке был свой куратор? И кураторы, что это за люди? Это сотрудники фонда? Это сотрудник фонда, который непосредственно конкретной выставкой занимается, начиная от принятия заявок, то есть предпринимателей, которые планируют участвовать в выставке, до ее завершения, то есть демонтаж. Вот это очень важно. Как вы отбираете эти заявки? Как вы выбираете этих участников? Ну, на сегодня мы стараемся, в принципе, те организации, которые уже обратились, максимально все, кто подали заявки, чтобы все участвовали. Но какие-то критерии ведь все равно, наверное, есть? Ну, критерии это один. Критерии это направление выставки, которое будет проводиться. На сегодня пока так. С учетом, естественно, если это будет заявок больше, мы будем максимально стараться тогда либо количество выставок увеличивать, либо площади. Но будем стараться идти навстречу всем, кто подает заявок. А вообще выставка, вот такой теоретический, наверное, вопрос, это единственный или не единственный способ вот так показать предприятия, конкретное производство или еще какие-то существуют вот такие формы? У нас планируется также четыре форума межрегиональных. Это Санкт-Петербург, например, во втором квартале планируется привести. В том числе также там представляются предприниматели Кировской области, основные направления. Это круглые столы, которые также планируют сопроводить с участием приглашения других регионов. То есть они сюда должны приехать? Да, да. То есть мы на сегодня, вот первый год, когда мы этим начали заниматься непосредственно как раз выставками, семинарами и так далее, мы смотрим. То есть мы ждем обратно как раз отклики от предпринимателей, что они бы еще видели, каким образом можно привлечь, что им еще интересно, то есть каким образом они планируют развиваться. Мы готовы подключаться. Ну а пока какие выставки вы запланировали еще на этот год? Следующая выставка у нас, очень крупная выставка международная, это Росупак, которая будет проходить в июне месяце в Москве, в Крокус-экспо. У нас есть представители этой утрасли в Кирове? Есть представители. Ну у нас уже на сегодня семь заявок. Семь заявок. То есть речь идет о предприятиях, которые и собственную упаковку производят, и сами для своей продукции упаковку производят, да, в том числе? В том числе, да. В том числе один из видов направления их производства, это в том числе упаковка. И упаковка очень интересная, то есть есть упаковка из лозы. Ну это эксклюзив такой. Да, есть из Капа. Капа-корень. Да, да. Что упаковывают в Капа-корень? Все что угодно. Да, то есть очень эксклюзивно делают вещи. Ну наши народные умельцы, я думаю, что Вятская земля очень славится ими. Из Капа-корня наш великий умелец сделал часы даже. В свое время. Ну это действительно очень красиво. Следующая выставка, которая также планируется, это Мир детства. Ну я думаю... У нас кластер, хорошо развит в этом направлении, да? Да, да, да. Также всем известная выставка, которая может быть уже на слуху, это Ладья. Нет, расскажите. Она будет проходить зимой, то есть ориентировочно это будет в декабре 2017 года. Это народные художественные промыслы. А, это тоже ваше? Вы тоже? Да, в Москве она будет проходить, и как раз вот наши народные художественные промыслы, которые славятся как раз Вятский край, они будут там представлены. Просто мы не раз посвящали этому несколько передач. Именно нашим народным художественным промыслам и представители этой отрасли нас уверяли, что в общем-то у них дела идут неплохо. Вот несмотря на то, что мы тут обсуждали как раз за эфиром, что, к сожалению, почила программа «Разворот на бизнес», а нам ее очень не хватает постоянно, мы к ней возвращаемся, потому что для меня, например, все понятно с выставкой детства, потому что действительно класс производства детских товаров у нас хорошо развит. И все понятно с лесом, с деревом, с домами и даже где-то с упаковкой. Но насчет народных промыслов большой скепсис у меня вот есть. И надо какую-то программу все-таки сделать и понять, насколько это живое вообще, насколько необходимо туда вкладываться. Или это, что называется, так уж, чтобы не умерло. Вот пока у меня много вопросов здесь. Ну, могу привести примеры из последней выставки, как раз «Деревянные дома», где присутствовала у нас организация «Каповая шкатулка». Может быть, тоже она у вас на слуху. Предприниматели организации, которые там присутствовали, они, чтобы купить образцы, которые там представлены, организаторам выставки запрещено заниматься продажей. Они дождались окончания этой выставки и приобрели все. Все, что было представлено. Здесь капокорень скупили. Это, кстати, не так уж дешево стоит. А это не дешево, да. Эксклюзивная работа. Абсолютно правильно. То есть, вот показатель вам. Реклама у нас сейчас будет небольшая. Очень скоро продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Областной фонд поддержки предпринимательства открывает новую программу. Мы об этом сегодня говорим с Еленой Гущиной, директором Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь у нас в гостях еще Игорь Маракуллин, генеральный директор компании «Вим Овер», который плотно сотрудничает с фондом поддержки. И рассказали нам здесь красивую историю о том, как участвовали в выставке «Деревянные дома» буквально на прошлой неделе в «Крокус-экспо». Прямо, мне кажется, это бальзам на душу нашему правительству, который такую большую ставку делает на как раз лесной отрасли, на переработку. Но кроме участия в выставках, мы должны рассказать еще о семинарах, которые проводятся для предпринимателей. Уже чуть-чуть стали мы об этом говорить. Мы понимаем, что темы очень серьезные поднимаются и для разных совершенно категорий предпринимателей, и для начинающих, и для тех, кто уже успешно развивает свой бизнес, вплоть до международного права, как мы уже здесь говорили. Давайте расскажем про деловое обучение. Какие семинары планируются в ближайшее время? Семинары в ближайшее время у нас, 6 апреля, запланирован. Первый семинар в текущем году – это госзакупки. Я думаю, актуальна очень тема, особенно для участников, потому что, исходя из практики, предприниматели все равно при подготовке документов, при обращении какие-то ошибки допускают. И очень обидно, когда на этапе подачи документов заявка снимается. Ну и в целом опыт, особенно муниципальных предпринимателей, те, кто находятся в отдаленных районах, достаточно сложный. Информационное поле для них недоступно, так как предпринимателям Кирова. Поэтому тема актуальная. 6 апреля приглашаем предпринимателей, для кого это интересно. На Динамском проезде 4 в областном фонде будет проходить вот такой семинар. И проводить его будет начальник отдела контроля закупок Управления Федеральной информационной обороны службы по Кировской области. Ирина Фуфачева. Ну, надо сказать, что мы сейчас как раз-таки Ирину Николаевну набираем, и она непосредственно нам расскажет о том, чему же будет посвящен данный семинар. Уже набрали. И какие знания там будут даваться. Ирина Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Да, еще раз повторю, вы начальник отдела контроля закупок Управления ФАС по Кировской области, заместитель руководителя управления. Мы сейчас анонсируем семинар, который состоится 6 апреля на базе областного фонда поддержки предпринимательства. Расскажите, чему данное мероприятие будет посвящено и на какие вопросы вы собираетесь ответить предпринимателям. Ну, данный семинар посвящен, наверное, участию разных потенциальных участников в закупках государственных и муниципальных нужд. Вот, и насколько мы понимаем, есть вопросы у потенциальных участников к тому, каким образом им правильно заполнять заявки для того, чтобы побеждать в аукционах. Поэтому я готова на этом семинаре рассказать участникам семинара о том, что необходимо учитывать, исходя из требований законодательства при подготовке заявок. И в дальнейшем понимать, какие требования необходимо устанавливать, включать в состав своей заявки документы для того, чтобы заявки были признаны соответствующими. — Простите, а в чем вообще проблема-то вот здесь? — Проблема? — В чем проблема? Почему минус-семинар решили проводить? — Проблема в том, что, в принципе, очень много поступает жалоб участников закупок на действия как самих заказчиков при подготовке документации, так и на действия комиссии заказчиков по отклонению заявок. И многие участники просто не всегда правильно знакомятся с документацией, не видят всех нюансов этой документации. Бывает так, что они немножко не понимают критерии, которые выставляются к участникам и не всегда правильно понимают те характеристики, которые указываются заказчиками в технической документации. И отсюда как раз и складывается ситуация, когда идет неправильное оформление заявки, либо не прикладываются нужные документы, и все это в дальнейшем ведет к отклонению заявки. — Для того, чтобы сориентироваться в этом сложном законодательстве, действительно, мы проводим такие семинары, обычно они проводятся для заказчиков, и сейчас мы понимаем, что есть такая необходимость именно для участников. И мы готовы такие семинары проводить и, наверное, как-то ориентировать в том числе наших участников на соблюдение требований законодательства. — А скажите, это правда, что у малого и среднего бизнеса есть свой определенный процент участия в этих госзаказах? — Да, то есть не у малого и среднего, а только у малого бизнеса. — У малого? — Да, то есть субъекты малого предпринимательства действительно имеют шанс на участие в закупках, где они будут конкурировать только с себе подобными. То есть имеется в виду, что закупка проводится исключительно для такой категории участников. А там, где закупка объявляется на общих основаниях, то здесь у них, конечно же, идет борьба уже со всеми иными участниками, где, может быть, вопрос выигрыша по запросам, скажем так. — С небольшим маленьким предприятием тут очень-очень сложно конкурировать. — Конечно, да. А закон обязывает заказчиков в объеме не менее 15% закупок своих разместить именно в такой категории, у субъектов малого предпринимательства. Поэтому здесь шансы есть. — Эти встречи, эти беседы, эти семинары не первые, да, уже раз проводятся? — Конечно, не первые, да. — Вы чувствуете, что более подкованным становится малый бизнес, благодаря вашему общению с ними? — Вы знаете, да. Ну, во-первых, те субъекты, которые через нас прошли через жалобы, они уже знают, как необходимо знакомиться с документацией, как готовить заявки. Поэтому те, кто не побывал еще у нас с жалобами, да, они в рамках вот таких семинаров получают такую информацию. — И, может быть, это позволяет им в жалоб избежать. — Спасибо большое. — Конечно, да. — Да, спасибо. Ирина Фуфчева, начальник отдела контроля закупок управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. — Семинар будет, еще раз напомню, 6 апреля на следующей неделе с 10 часов утра. Киров, Динамовский проезд, 4. Собственно, областной фонд поддержки предпринимательства. — Ну да, на сайте фонда можно все расписание всех семинаров посмотреть, все там есть контактные данные, позвонить, записаться можно. И давайте еще расскажем, не так много времени остается, какие еще семинары планируются? — Ну, в ближайшее время семинары — это социальное предпринимательство, что на сегодня это тоже актуальная тема. — Да, да. Также будет интернет-технологии по продвижению бизнеса, тоже очень важно. Инновационные семинары, как раз инновационный бизнес, тоже очень важно. В новое законодательство 2017 года сами предприниматели очень часто сталкиваются, что не успевают. Также будет актуально, может быть, даже не один семинар как раз этому посвящен. Ну, и в целом тоже также хотелось обратить внимание, что если есть актуальная тема, фонд может также обратиться с просьбой провести семинар по интересующей теме. То есть мы готовы, мы открыты подстраиваться, может быть, менять тематику семинаров на более актуальные. — А такие примеры есть, когда действительно бизнесмен обращается и просит вот растолковать или поднять вот такой-то вопрос? — Мы надеемся, что будет, потому что в текущем году мы как раз вот это направление начали. — Может, Игорь как раз-таки готов подсказать, чтобы такого обсудить, какая проблема, она так актуальна для максимального круга. — Как сам объяснять, чтобы наша химия снова пошла, наконец, в Финляндию. — Да, это возможно, конечно. Можно обсудить, и вопросов на самом деле очень много всегда, особенно у производителей, особенно у производителей, которые еще и сами продают. — Вообще интересная ситуация, наверное, к вам, Елена, вопрос. Действительно, вот мы находимся несколько лет уже под санкциями, и, в общем, вроде бы, как заявляют эксперты, что мы в этом году из рецессии вышли. Да, а как-то вот за эти годы вы почувствовали, что происходит с предпринимателями? Меньше их стало в Кировской области, больше их стало? Или неизменно количество людей на этой ниве? — Ну, как показывает статистика, небольшое снижение есть, предприниматели зарегистрированных, естественно, вырос как раз закрытие бизнеса, но по работе нашего фонда я могу сказать, что статистика не меняется, предприниматели, как они приходили, так они приходят и остаются у нас. — Количество людей, желающих заняться бизнесом, не уменьшается. — Не уменьшается. Это радует, потому что они же налогоплательщики. — А молодежи много? — А молодежи очень много. Действительно, количество предпринимателей, которые к нам обращаются, они молодеют. — И они тоже активно участвуют в этих мероприятиях? — Очень активно участвуют, особенно им как раз в эти направления семинара, обучением, это очень интересно. — В дальнейшем еще, возможно, какие-то направления появятся у областного фонда поддержки предпринимательства. О чем сейчас подумываете, что разрабатываете? Еще какие-то форумы, подходы новые? — Ну, исходя, я думаю, что по окончании 2017 года мы, наверное, будем как раз смотреть о возможности новых направлений, уже пообщавшись по действующим и проанализировав, может быть, как раз обращения предпринимателей, мы готовы выслушать и готовы направления новые развивать. — Слушайте, а как вообще эффективность работы областного фонда поддержки предпринимателя оценивается? Есть какой-то список параметров конкретных? Количество выданных кредитов, проведенных семинаров? — Естественно, у нас изначально это бюджетное средство, на которое фонд областной окрасы занимается поддержкой предпринимательства. И у нас есть отчетность, первоочередная, это Министерство экономического развития Российской Федерации, где, естественно, у нас закреплены показатели, которые мы обязаны исполнять. — Да, это количество поддержанных предпринимателей, это в том числе бюджет платежи, который они осуществляют. — Далоговое отчисление дальнейшее, да? — Да, это как раз количество семинаров, круглых столов, выставок. Это все как раз закреплено нормами. — Расскажите, пожалуйста, еще о тех людях, которые работают с вами. Что это за штат, их квалификация? — Квалификация у них как раз подходящая полностью для работы с предпринимателями. Это штат кредитного отдела, который занимается только льготным градиным кредитованием. Это отдел поддержки предпринимательства, который как раз занимается новым направлением. Создан он в феврале 2017 года. Они занимаются как раз выставочными мероприятиями, сопровождением. Как раз о чем озвучил, что специалист, который сопровождает мероприятия. — Илья Краев рассказывал. — Да, да, да. Естественно, это юридический отдел, сотрудники бухгалтерии. И вот с апреля месяца у нас будут приходящие сотрудники, которые будут оказывать консультационные услуги, сопровождение информационных предпринимателей. — Из каких структур они приходящие? — Сейчас проводятся конкурсы. Это на конкурсной основе. Будут отобраны специалисты. Специалисты достаточно высокого уровня, требования достаточно высокие. — А какая сфера это, собственно? — Юридические услуги. — А, юридические услуги. — Юридическое сопровождение, начиная от регистрации физического лица, индивидуального предпринимателя. Это может быть сопровождение в суде. Это написание иска, все что угодно касательно направления юридического сопровождения. — Как это? Юридический аутсорсинг такой, да? — Ну, по сути, да. Только единственное, что для предпринимателей это будет все обеспечено. — Бесплатно. А, то есть вы будете оплачивать услуги этих специалистов? — Конечно, конечно. Клондайк просто какой-то для предпринимателя. У нас заканчивается время программы. Есть еще полминутки. Да, Глена, вы хотели сказать? — Хотелось бы еще раз предпринимателям обратиться, что не нужно, может быть, оставаться своими проблемами наедине. Мы всегда открыты и готовы выслушать. Тем более для нас это важно в случае дальнейшего нашего развития. Это как раз по новым направлениям мнения предпринимателей. Это помощь нам в семинарах, в их тематике. То есть, пожалуйста, мы вас всегда рады видеть. Динамский пресс-4. В любое время двери открыты. — Спасибо. Завершаем мы на этом программу сегодняшний дневной разворот. Наши гости Елена Гущина и Игорь Маракулин. Дальнейшая программа понятна. Новости, тематические программы и программа «Особое мнение». Кстати, уже через 20 минут сегодня в гостях в нашей студии ректор Рядского социально-экономического института Владимир Сизов, ведущий Юлия Афанасьева. Которая уже готова приступить к своими обязанностям. — Да, мы прощаемся с вами. Владимир Сметанин. — Светлана Занько. — До свидания. — До свидания.